Почему куры выщипывают друг у друга перья и их едят? Самая распространенная в сельском хозяйстве птица-курица содержит кур для получения яиц мяса в декоративных целях. Несушки могут давать 200-300 яиц в год, мясные породы могут достигать веса 3,5-4,5 кг. Однако в любом случае для поддержания здоровья кур, увеличения яйценоскости или стимулирования набора веса необходимо следовать определенным требованиям несоблюдения которых может спровоцировать падеж поголовья заболеваний или от проявления каннибализма. Правила ухода за курами Содержать кур можно двумя способами – в игульном или в клетках. Для обустройства курятника с огражденным местом в игула следует помнить, что на один квартал метр площади можно заселить не более шести особей. Следовательно, для большего количества кур потребуется внушительная территория. Пол не должен быть холодным – это приведет к постоянным простудным заболеваниям птицы. Застелив его соломой, остатками сена, опилками, можно создать базовую теплоизоляцию. Основной уход за курами в вольерах состоит из уборки и проветривания помещений. Куры в вольере для экономии средств можно подкармливать кур остатками еды со стола. Это могут быть рыбные, мясные отходы. Однако, более правильным будет использование готовых кормовых смесей. Они тщательно сбалансированы и градуируются на каждый возраст отдельно. При самостоятельном изготовлении мешанок можно использовать различные крупы, измельченные овощи, отруби. Такой выбор рациона более сложен, однако позволяет контролировать качество исходного сырья самостоятельно. В этом случае требуется постоянно следить за самочувствием кур. Недостаток витаминов и микроэлементов может привести к серьезным заболеваниям и летальному исходу. Питьевая вода всегда должна быть доступна. Она не должна иметь осадка, примеси или запаха. Грязная вода может стать источником развития кишечных инфекций. Поилки должны быть просты в использовании птицами, легкодоступными для очистки и замены воды. Поилки для кур при выборе яйценоских пород обязательно нужно устанавливать гнезда и насесты для несушек. При выборе места для гнизда предпочтение следует отдать тихим уединенным местам, откуда птицу не будут беспокоить посторонние шумы. Также место для установки лучше приподнять над уровнем пола на 30 сантиметров. Такое расположение будет оптимальным для процесса откладывания яиц. У гнезда должны быть оборудованы бортики, с которых наседка сможет спокойно, не травмируя яйца, забираться в гнездо. С момента откладывания яйца до вылупления цыплят курочка должна обязательно покидать клапку для удовлетворения физиологических потребностей. Если это не происходит, следует аккуратно вытаскивать несушку на выгул. В это время для сохранения температуры яйца нужно накрыть тканью. Процесс содержания бройлерных пород не отличается от несушек. Существенным отличием является выбор корма. Он должен быть высоко питателен, чтобы птица хорошо набирала вес. Содержать поголовье бройлерных кур удобнее в клетках. Такой способ упрощает проведение гигиенических уборок, процедур выдачи корма и смены воды. Комбикорм для бройлеров для выращивания петухов существуют отдельные нюансы. Сбалансированное питание играет большую роль в наборе массы тела и способностей оплодотворять яйца. Основной рацион практически не отличается по составу от корма курортов. Стандартно используются те же зерновые культуры, овощи, продукты животного происхождения и зеленые сочные травы. Некачественно сбалансированный рацион негативно влияет как на эффективность спаривания, так и на фертильный показатель спермы. Внимание! Особое внимание следует уделить белковым компонентам пищи и витаминам. При недостатке их в корме следует добавлять в рацион специальные комплексные компоненты. Максимальная плодовитость петухов отмечается при выдаче 85% от дневной доли корма при условии отсутствия опустошенности кормушек. Для петухов, разводимых на убой, основу рациона должна составлять легкоусвояемая белковая пища, молочная продукция или вареные яйца. После вылупления цыплят следует дождаться полного высыхания перышек. Для только что вылупившихся цыплят следует сделать отдельное место, оборудованное системой обогрева и лампы. Пол для цыплят не должен быть скользким, иначе молодняк будет страдать от травмопорно-двигательной системы. Температурный режим с возрастом меняется, плавно снижаясь с 32С до 20-24С. Кормить изначально требуется каждые 2 часа крупами с мелкими зернами кукурузное, манное, пшено. Постепенно необходимо вводить молочные продукты, свежую зелень и мясо, рыбную муку. Как и для взрослых особей, важно соблюдать чистоту в помещении, для этого надо регулярно проводить санитарные обработки. После вылупления цыплят следует дождаться полного высыхания перышек. Почему куры выщипывают перья? Частым вопросом при содержании кур становится, почему куры выщипывают друг у друга перья и их едят. Кавычка-точка. Недостаток микроэлементов и витаминов может спровоцировать выпадение перьев. Также естественными процессами выступает сезонная линька и смена перьев у молодых особей. Куры едят перья, чего не хватает. Встает логичный вопрос, что же делать, когда куры выщипывают перья друг у друга. Для выявления причин выкловывания перьев как у себя, так и у других особей необходимо проанализировать следующие моменты корм. Неполноценный состав корма, недостаток или избыток веществ могут вызвать несвоевременное выпадение перьевого покрова. Нехватка серы часто сопровождается попытками выщипать перья. Слишком густое население птичника. Агрессия у кур часто может проявляться в холодное время года, когда территория для содержания сильно ограничена. Более крупные особи могут начать подавлять, пытаясь заклевать молодняк. Единственный выход в такой ситуации – расселить особей в разные помещения. Яркий свет. Свет является необходимым компонентом для правильного роста и развития молодых цыплят. Однако при избыточной яркости освещения птицы могут начать проявлять агрессию друг к другу, стараясь выклевать перья. Более мощные лампы следует заменить или окрасить в синий цвет. Такая процедура позволит умереть агрессивное поведение. Разные породы. При содержании разных пород кур отмечается начало выкловывания и поедания перьев у птиц, имеющих более светлое перенье по отношению к темным курам. Это может быть одной из причин, почему куры клюют перья. Особенно это заметно, когда бройлеры едят перья других пород. Стресс. При резком изменении условий содержания, температурный режим, другой корм, перемещение в другое помещение, испытывая стресс. Курицы начинают выдергивать у себя перья. Куры выщипывают друг у друга перья. При выщипывании перьев друг у друга куры травмируют кожу. После того, как осыпь попробует кровь, начинает проявляться каннибализм. Это явление приводит к кровотечениям и летальному исходу в особи. Причинами такой патологии могут выступать генетически закрепленные мутации. При селекции определенных факторов у новых пород высокая яйценоскость, увеличенная масса тела, могут закрепляться некоторые признаки каннибализма. Частая смена корма. При постоянной смене рациона может формироваться дефицит необходимых для нормальной жизнедеятельности веществ. Такой фактор может спровоцировать начало расклевывания. Неоднородная популяция по возрасту и размеру особей может сыграть роль в ущемлении более мелких и слабых особей. Более крупные особи выдергивают перья у слабых и закловывают мелких цыплят. Заражение поголовья паразитами и различными грибковыми заболеваниями вызывает сильный дискомфорт, провоцируя закловывать птиц перьевой и покров и поедать перья. Не готовые реализовать материнский инстинкт несушки могут начать выкловывать первую кладку яиц, переклучившись после этого на других особей. Метода предотвращения расклевывания. При появлении такого поведения необходимо немедленно начать искать причины. В противном случае травмированные особи могут погибнуть. Травмированные особи могут погибнуть для предупреждения появления нежелательного поведения в виде травмирования себя курицы и других. Особи можно провести следующей манипуляцией – выбрать готовый сбалансированный корм. Если используются самодельные мешанки, то состав их должен быть максимально разнообразным. Добавление клетчатки, белковых компонентов поможет восполнить недостаток веществ. Использование дробленого зерна может купировать агрессию в поведении. Приглушенный белый или голубой свет помогает птицам успокоиться и избавиться от привычки расклевывать друг друга. Можно добавлять в корм абразивные вещества. Когда птицы склевывают корм, они будут стачивать клюв, делая его затупленным. Расклевывание таким клювом становится невозможным. Также сточить острый клюв можно с использованием специализированного оборудования. Оборудование птичника площадкой для выгола может исключить потребность склевывать перья. Куры будут иметь возможность убегать и расправлять крылья, отвлекаясь от неприятной привычки щипать своих сородичей. Как и в любой популяции у кур стаи встречаются разные возраста. Проблемы неприятия старыми птицами молодых часто встречаются в птицеводстве. Избежать этого можно изначально содержав более сильных особей отдельно от слабых. По прошествии времени агрессия может быть устранена. Обратите внимание, также одной из причин повреждения перьевого покрова у соседствующих особей может быть недостаток площади кормушки и соперничества за ресурсы. На одну особь должно приходиться как минимум 9 сантиметров от длины кормушки. Спровоцировать конфликт может недостаток места в ночное время. Количество насестов должно быть достаточным для расположения всех кур на время сна. В заключение можно сказать, что выращивание кур является ответственным многокомпонентным процессом. Для получения здорового и крепкого поголовения необходимо следующее условие – хороший корм, достаточное освещение, просторные площади и температурный режим. При недостатке или переизбытке того или иного фактора может начать проявляться агрессивное поведение одних особей по отношению к другим. При обнаружении расклевов и травму кур первым делом следует проанализировать исходные условия содержания. В случае, если условия соблюдены неукоснительно, требуют заподозрить наличие вредителей и обратиться за помощью к специалистам. Продолжение следует...